Приветствую вас и в ситуации, в которую вы описываете, кажется, что в любом случае, то есть вне зависимости от того, что было тогда, когда у вас возникли проблемы и что было и что есть сейчас, вы все равно, так или иначе, забываете о себе. То есть, вы ставите себя в такое положение, что вы зависимы от человека, в данном случае от этой девушки и от того, что она делает. Попробую вам объяснить ситуацию более подробно. Значит, давайте мы с вами пойдем по тексту самого начала. Значит, вы описываете ее очень подробно. Такая, знаете, женщина-стержень, женщина-кулак, такая крепкая, да, контролирующая себя полностью особо. Вы расстались со своей женой, были в месяц 11 лет и в одиночестве вы его были уже около года. Ну вот, неплохо бы понять, почему вы расстались со своей женой. То есть, что заставило вас, обоих, с вашей бывшей супругой расстаться? Уверен, что после 11 лет совместного проживания вряд ли вы легко это пережили. И то, что у вас улеглись эмоции, это еще не означает, что проблемы, все, которые были у вас, которые были и есть в результате этого развода, исчезли. Также я хотелось бы отдельно спросить у вас, почему за 11 лет совместного проживания у вас не было ребенка, то есть у вас не было детей или были дети, но она вам их запретила с ними общаться, если дети все-таки были. То, собственно говоря, почему, чем это обусловлено. Понимаете, что вы делаете в своем сообщении? В своем сообщении вы описываете реакцию поведения вашей женщины, ее родителей, но не описываете свои собственные ощущения. Например, вот я вам могу такой пример привести. Вот вы после потери работы естественно, начали испытывать трудности, у вас были подработки, проектная работа. но она не постоянная, вертелись вы как могли, значит, и, собственно, на этой пушке у вас как бы начались скандалы со своей женщиной. Она вами недовольна. и вот давайте подумаем так. До того, как вы с ней расстались, как вы с ней расстались, прошу прощения, не расстались, а расстались. До того, как вы с ней расстались, еще до этого, она уже начала вам предъявлять некоторые претензии относительно того, что она вами недовольна. То есть, вы были ей нужны до тех пор, по сути дела, пока вы работали. Еще раз повторю, если я правильно вас понял, то есть, вот так, как вот вы пишете, это можно понимать именно вот именно так. То есть, пока вы работали все было хорошо, только работать вы перестали, тут и начались проблемы, начались скандалы, ссоры и так далее. Хорошо. Возникает вопрос. Девушка, получается, воспринимала вас только, пока у вас были средства. И вас почему-то это устраивало. Вот мне непонятен этот момент. Если вы как бы стремились к искренним отношениям, как же вы терпели изначально, а главное, ради чего вы терпели такое отношение девушки к вам? Ну, нет работы, да, нет работы, понятно. Ну, это нормально. Бывает, когда у человека нет работы. В этом нету ничего не нормального, тем более, что вы старались что-то делать, тем более, что вы старались и ремонт делали, и все, то есть, вы прямо вот видно, что не бездельность, или все. Зачем ей было на вас давить? Для чего она это делала? Почему она давила на вас, несмотря на то, что вы старались сделать все, что в вашей силе? Не очень этот момент мне понять. Ну, по крайней мере, мне не ясно. И вот, собственно, дальше все идет по нарастающей, на самом-то деле. То есть, по нарастающей в каком смысле? Что значит по нарастающей? По нарастающей это значит, что вы терпите такое ее поведение, пытаетесь оправдаться, чувствуете себя неуверенным из-за того, что работу на эти не можете, и из-за того, что вы не можете найти работу, ваша неуверенность растет, 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 до такой степени, что вы начинаете употреблять алкоголь. И, собственно, дальше все идет еще более в наклонную плоскость. Вы оскорбляете свою жизнь жену, собственно, она вас выгоняет, и все заканчивается. И, собственно, вопрос к вам, который, я надеюсь, и так, в принципе, понятен. Вот, когда вы терпели к ней такое отношение к вам, когда вы его терпели, ради чего вы терпели такое отношение к вам? Почему вы позволяли себе относиться таким образом? Почему вы считали, и, наверное, считаете, раз хотите вернуться к ней до сих пор, что вы достойны такого к себе отношения, обращения и так далее? Ну, вы же не виноваты ни в чем. Но вы же старались сделать то, что в ваших силах. Это она начала к вам определять претензии. Это с ее стороны были недовольства по отношению к вам. Так почему же вы думаете, что этот человек вами должен жить? Как вы думаете, она к вам относится? Ну, я думаю, что, совершенно очевидно, что она относится к вам не ищенно. Потому что, пока у вас были деньги, она вас принимала. Только деньги у вас ушли, перестали вы деньги приносить в силу, сразу вы уже не нужны, и, в общем-то, сразу надо недовольство вам свое проявлять. При том, что, в общем-то, давить на вас в этот момент, в этот момент, когда у вас явные проблемы, да, ну, мягко говоря, не этично. Наоборот, нужно постараться вас поддержать в этот момент. Наоборот, нужно стараться как-то помочь, упокоить, там, что-то еще делать. Но мы с этого на вас давим. Так не является ли такое поведение, как бы, следованием своих интересов? Вот какой главный момент, к чему я все это говорю. Если это следование своим интересам, что, в принципе, для любого человека нормально, в том числе и для вашей девушки, то совершенно непонятно, почему и ради чего вы все это терпите. Может быть, после расставания с женой вы считаете или полагаете, что больше в отношения вступить вы не сможете. Или, может быть, вы активно стараетесь вернуть то, что у вас было, когда вы были с женой, и эта девушка, по вашему мнению, могла вам это дать. Понимаете, то, что вы не можете найти себе места, то, что вы не находите, точнее, себе места, как вы говорите, или пытаетесь в квартире своей найти, по вашему мнению, пятый угол, как вы говорите, говорит о том, что вы не уверены в себе, и у вас нет четкого понимания, кто вы сами по себе, куда идете, и что вы из себя представляете лично, лично. На самом деле, о себе вы почти не говорите. Вы говорите о чем угодно, только не о себе. И, собственно, отсюда не сложно сделать вывод, что вам эта девушка и ее сын для чего-то были нужны. Что-то они вам давали, что-то такое, что вы сейчас потеряли. И именно то, что вы сейчас потеряли, вы это и пытаетесь восполнить. Вы именно это пытаетесь восстановить. Через что? Ну, конечно, через попытку вернуть отношения. Только вот, только что в том, для чего вы пытаетесь отношения эти восстановить. Для чего? Для девочки? Или для себя? У вас изначально была позиция человека, который зависим от нее. И она, будучи властной, она, будучи заинтересованной только в своих интересах, не думая о вас, достаточно жестко с вами обращалась. Вы теряли авторитет в ее глазах, как мужчины. Почему? Потому что у вас не было денег. Получается, деньги она связывала непосредственно с авторитетом. Но деньги сегодня не надо приняться. А авторитет он не всегда. Так почему же вы позволили так с собой обращаться? Ради чего? И для чего? Вот этот вопрос и нужно с вами срабатывать. И он, вот, точно с вами происходит. Это следствие того, что мы в себе саму гармонию не нашли. Начали выжить ради них, ради девушки, ради сына и себя потеряли. Интересы своих потеряли, потеряли. Границы свои размыли. Полностью растворились в девушке и в сыне. Полностью растворились. Потеряли самобытность, потеряли привлекательность. Для чего и ради чего? Почему у вас была такая склонность? Я думаю, это было изначально. Еще до того, как вы встретили эту девушку. Это было, скорее всего, еще в браке. И вот именно, я думаю, в причинах вашего расставания с сыной и кроется основной ключ в понимании вашей проблемы на самом глубинном уровне. Может быть, даже, еще раньше ваших детско-родительских отношений. Может быть, так. Потому, смотрите, у вас не получилось отношения с женой. Теперь у вас не получаются отношения с этой женщиной. И, как бы, на четвертку делать не правильно. Очевидно, что эта женщина достаточно властная и сильная. И ей нужен либо мужчина сильнее ее, либо слабее, тот, которому бы она подчинялась. Но у вас сильнее ее быть не получалось. На равных, ну, на равных начались у вас бытовые ссоры по мелочам. То есть, как бы, на равных тоже особо, вроде бы, не получалось. Понимаете, когда вы пишете, что, значит, так, значит, встречались, полагали с сыном, начали жить медсея на ее территории. В любви не вы, не она, как бы, друг другу не признавались. То есть, не было такого вот, вы не пишете, что вы ее любите. Да, сейчас вы пишете в конце, что вы любите ее и ее сына, да. Но вы не боитесь, что она вам признавалась в любви. И у вас не шло речи о том, чтобы закрепить свои отношения браком. То есть, достаточно странно почему-то. Далее, вопрос, почему она никогда не была с мужчиной? За 34 года. Если она потрясающая, если она уважаемая, если она красивая, как вы говорите. Почему за 34 года она ни разу не была замужем? Это не просто так. И поэтому, знаете, вопросов таких можно задавать вам еще не один. Я думаю, что если отвечать на ваш вопрос, что делать с собой, я вам скажу так. С вами, вам нужно определить свои желания, потребности, которые вы реализовывали со своей девушкой. Определить нужно, что вы потеряли, когда с ней расстались. С чего у вас сейчас нет, что вы теперь не получаете, что вы хотели получить от девушки на тот момент. И, собственно говоря, вам нужно для себя определить, чего вы хотите лично сами. Потому что пока, вот своего лично вашего, лично чего-то вашего, чего-то вот такого, принадлежащего только вам, своих собственных целей, целей, идеалов, стремлений, я в вашем сообщении не увидел. К сожалению, этого нет. По крайней мере, вот исходя из того, что вы пишете. А это нужно. Во-первых, вам нужно стать цельной личностью самой по себе, самому по себе, произображением. А потом, потом, вы сможете вступить в разноправные отношения уже, собственно говоря, с другим человеком. Только так и никак иначе. Только так вы сможете построить отношения с кем-либо в обществе. Далее, что делать с этими отношениями? Меняться. Меняться. Это единственное, что можно вам посоветовать в данном случае. Меняться. Если вы будете меняться, то вы, своим поведением, опять-таки, не ради этой женщины, а для себя. Вот это вот вам тоже нужно понять. Меняться вам нужно для себя. Если вы изменитесь для себя, то вы будете делать то, что вы хотите, то, что вам нужно. Не быть человеком. Потому что, откровенно, они не были счастливы. Ни ваша женщина, ни ее сын не были счастливы в последнее время пребывания с вами. Никак. Не были они счастливы. Значит, и вы, как таковыми, счастливыми, их не делали. А это значит, что в том состоянии, в котором вы сейчас, в той совокупности своих качеств, которые у вас есть сейчас, вы не сможете сделать этих людей счастливыми, как бы вы не хотели. Значит, нужно менять что-то в себе и для себя. И потом эти изменения показывать этой женщине. То есть, просто через какое-то время, когда все уляжется, когда вы измените, когда вы обретете гармонию в себе и самодостаточность, то есть, вот, акция, как и, вот, ваша женщина. Вы просто приедете к ней и скажете безапелляционно, что хотите ее видеть. И поговорите с ней еще раз. Скажете ей о том, что вы понимаете, что испортили отношения. Скажете ей о том, что были во всем неправы. Скажете ей о том, что вы сожалеете и не надеетесь ее вернуть. То есть, не надеетесь вернуть то, что между вами было. Но, она для вас много чего сделала. И вы хотите с ней дружить. Вы не хотите терять с ней контакт. Вы хотите продолжать с ней общаться на том уровне, на котором она позволит. И она не сможет, не будет, скорее всего, полностью и целиком вас отталкивать. Потому что это вы слишком невоспитаны и слишком грубо. И у вас появится шанс построить что-то новое. Только тогда, если вы сами будете другим человеком. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok